Так, Олеся, можете подключать микрофон, можете подключать камеру, и мы с вами начнем, пока остальные присоединяются. Включайте. Так, микрофон вижу вас. Отлично, все, вижу. Здравствуйте. Здравствуйте, Ален. С каким запросом? Ну, я так слышала, что тема, да, про партери, или можно вообще с другим каким-то... Нет, можно абсолютно со своим запросом, это просто отзыв был, кейс немножко по консультации. Ага, ну я больше про свое состояние, наверное, сегодня, с которым я встала. Я первый раз в этом чате, я имею в виду, появилась, я через Инстаграм сюда попала. Вот, там, тебя можно, на ты, на вы, как мы? Да, можно на ты. Вот, увидела тебя, я тебе немножко писала там про сына, обращалась, как спрашивала. А, связи? Да, 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 да. Помню. Так, хорошо. Не получилось отпустить ситуацию? Ну, для меня вопрос такой, как это, и что значит именно отпустить, но пока я поняла для себя, что отпустить это принять. Ну, вот пока то, что я для себя взяла... Ну, отпустить это следующий шаг после принятия, принять это сначала первое. Так, хорошо, а что вообще чувствуешь по поводу этой ситуации? По поводу сына? Ну, сына, мужа, кто больше беспокоит? А сын беспокоит. Я чувствую, ну, у меня так сочувствие к нему, ну, вот то, что он болеет, вот такое у него заболевание, и у него же поражение очень. Вот, и... Сочувствие или жалость? Да, и жалость тоже есть. Ну, и сочувствие, и жалость. Так. Хорошо. А куда хотим выйти? Во что? Куда хочу выйти? Ну, да, заставить сына лечиться, как бы не вариант. Вот сама, вот именно по состоянию, как хочу относиться. Ну, вот есть у меня такое чувство, когда я про это думаю, вот у меня такая грусть, вина есть, вина есть, что я вот, что-то я не так сделаю, если у него это... А что хочу чувствовать, что хочу чувствовать по итогу? Легкость, как, даже не знаю, радость, ну, радость, легкость, как вот, ну, вообще хочется, конечно, чтобы он выздоровел, и по этому поводу я бы чувствовала легкость и радость. Нет, 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 мы не лишаем прав других людей, поэтому я хочу чувствовать, легкость и радость, это где, вот если это в теле будет, то где это будет располагаться? Где это будет располагаться? Ну, наверное, в груди. Сейчас у меня, вот я сегодня даже утром встала, у меня вот тяжесть, тяжесть. Да, давай вот в эту тяжесть пойдем. А что больше беспокоит вот из чувств? Чувство вины, чувство жалости, чувство грусти, что более проявлено сейчас? Жалость и вина, я так вот. И оба эти чувства живут сейчас тяжестью в груди? Да, 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 да. Так, хорошо. А на что эта тяжесть похожа? Какого она размера? Какого она качества? Ну, наверное, как такой булыжник тяжелый. Так, хорошо. Булыжник тяжелый. Есть возможность его достать из тела? Получится? Да, ну, я так пофантазирую, получится. Да, ну, тогда его клади прямо перед собой, вот этот булыжник. Кто ты без этого булыжника? Ой, сейчас я так почувствую себя. Ой, ну, я хочу сейчас прямо начать дышать, то как-то мне, ну, вот. Дыши, дыши. Мы не торопимся, можешь подышать пару минут. Ну, у меня вот тут вот, когда я начала про это все говорить, у меня начало вот тут вот как тепло образовывается. А кто ты без булыжника? Сейчас, как у меня вот тут есть жар. Кто я без булыжника? Сразу приходит на ум легкость. Ну, легко мне без него. Вот он такой тяжелый же, я его сейчас убрала. Единственное, вот мне хочется хорошо выдышаться. Хорошо, дыши. Булыжник, как будто этот, мне не дает полностью дышать. Дыши сейчас. Мы его вытащили, дыши сейчас. Дыши и давай внимание, что ты чувствуешь, когда ты смотришь на этот булыжник? Вот он лежит перед тобой, это твое. Пока оно никуда не делось. Да, то есть ты просто его из тела вытащила. Что ты чувствуешь, когда ты на него смотришь? Что именно чувствую, да? Да, да, телом прям. Вот я смотрю камень, что? Ну, камень, просто камень. Или я не хочу больше увидеть этот камень? Или что? Вот как тело ведет себя? Я пока не пойму, что я к нему чувствую. Но я смотрю, что насколько он такой тяжелый, ты знаешь. А почувствую, я вот так, видишь, что чувствую? Не могу понять. Чувствую, что нифига себе. Он вроде бы небольшой, да, но он настолько, вот как булыжник. Тяжелый, тяжелый, да. Основное такое, нифига себе, какой тяжелый. Да. Да, ну это тоже чувство. Да, такое удивление, можно сказать, что удивление не тяжелый. Да, хорошо. А он для чего тебе нужен был? Для чего он мне нужен был? Для чего он мне нужен был? Ну вот первое, что у меня, как будто он мне дышать не дает полной грудью. А зачем тебе не дышать? Вот, а зачем мне не дышать? Зачем мне не дышать? Блин, сложный вопрос. Зачем мне не дышать? Нет, первое, что приходит. Не думай, что было. Меня удивляют эти вопросы. Зачем мне не дышать? Знаешь, я пока у меня не приходит. Это удивление сначала. А что это я с тобой даю, зачем мне нужно, чтобы не дышать? Вообще у меня дыхание связано так с чувствами. Когда человек дышит для меня, он чувствует хорошо себя. Себя или чувствует к другим людям? Ну, может быть, и это тоже. Так тогда мне не дышать, чтобы себя плохо чувствовать? Или чтобы не чувствовать к другим людям? Не проявлять свои чувства? Тут про что больше? Слушай, ну у меня сейчас какая-то растерянность появляется. Как будто мне какой-то выбор надо сделать. А я точно не понимаю, что именно. Но больше у меня идёт, что как будто я себя не чувствовала, чтобы до конца. А они их не чувствуют. Может быть, вот про это. Так, хорошо. А зачем мне себя не чувствовать в полной мере? Ну, то есть я дышу чуть поверхностно, так вроде бы есть, всё хорошо. А почему мне в полной мере себя не надо чувствовать? Наверное, всего из-за страхов каких-то своих. Каких? Ну, не знаю. Страх. То есть если ты себе позволишь дышать, ты будешь чувствовать страх. А этого не хочется. Ну, вообще, я поверхностно дышу при страхе. Я прям ощущаю это, что я не могу сделать глупый кивдох, когда мне страшно. А страшно вообще жить в страхе привычно? Ну, я знаю, какие у меня есть сильные такие страхи. Ну, там, а при... Ты не знаешь, ты с ними живёшь? Ну, я знаю, что я очень боюсь там летать на самолёте. Да, вот это я очень боюсь. Я там очень хорошо этот страх чувствовала. А ещё я очень боюсь страх публики. Очень боюсь. Прям для меня это что-то... А, ну, то есть ты с ними всегда живёшь? Или они появились как-то в какое-то время, и ты помнишь, как ты жила без них? Сейчас... Было ли у тебя тело, которое было свободно от этих страхов? Ну, страх публики... Я помню себя, что я выступала, когда... Был всегда... Ну, с детства как-то он появился. Помню, когда именно, но с детства... Когда выступала, это для меня было очень волнительно, и голос дрожит, мысли... За что волновалось вот это вот волнение в груди? За что волновалось? Ты знаешь, я про это много думала. Во-первых, быть увиденной какой-то, быть увиденной... А что могут увидеть во мне такого? Мои какие-то уязвимости, несовершенства, что у меня... А что это уязвимо, в чём-то несовершенном? Ой, там много... Я много что не понимаю там. Могу запутаться, говорить, слова будут... Ну, даже от страха могу не смочь сформулировать предложение вот в самом начале, да. Люди подумают, когда ты не можешь сформулировать предложение, заикаешься, что-то там слово потерялось куда-то, у тебя мысль перескочила. Что люди подумают? Какая ты? Ну, вот в тот момент я себя чувствовала неуязвима какая-то я. Ну, не могу собраться, глупая. И вообще, что вышло, если я этого не могу? Ну, что-то... А какая ты, вот какая ты, если ты не можешь собраться, если ты глупая, какая ты тогда? Растерянная. А какая ты тогда, когда растерянная? Не чувствующая себя, я вот такая вот какая-то, вот вообще не понимаю, что... Ну, настолько страх захватывает, и я не понимаю, что со мной происходит. Я вот не могу понять, что со мной, вот настолько он сильный. Это чувство опасное, вот это, когда я не понимаю, когда растерянное, вот это вот, я не понимаю тебе. Это опасность? А что в этом опасного? Ну, не знаешь, ну, я не понимаю сейчас, ну, дышу, ну, не понимаю, ну, хорошо, ну, не понимаю, что это там. А в чём опасность, вот не понимать, не знать? Ну, больше всего опасно мне мои чувства такие очень высокие, я имею в виду, вот сильный такой страх зашкаливающий, и как будто я не могу с ним справиться, вот. Страх-то по поводу чего? Паника по поводу чего? Это понятно, что паника, сердцебиение, адреналин в крови, это всё понятно. А по поводу чего? Вот, и ты не понимаешь чего-то, ты там, а-о-о, ну, ну, глупил, ну, все смеются, там, окей, хорошо. А я с чем боюсь не справиться? Ну, вот ты сейчас вот эти фразы говоришь, да, там, кто-то начнёт смеяться, тогда я вот буду себя чувствовать какой-то вообще, ну, может быть, непринятой, вот. Прям дыши, дыши, вот прям смотри, смеются над тобой, ты стоишь, маленькая девочка, сколько тебе лет? Может, лет пять. Лет пять. И тебе сейчас нужно говорить, ты уже волнуешься, говори. И ты большая, встаёшь сзади, прям вот держишь там вот, себя маленькую держишь за спинку, да, и просто говори, всё, всё хорошо, я с тобой, всё хорошо. Самое главное дыши, следите за её дыханием, вот за этой девочкой. И девочка начинает, она волнуется, она что-то запинается там. Вы ей просто говорите, говори, дыши и говори, очень страшно, говори. Кто-то там засмеялся, ты говоришь, ничего страшного, люди умеют смеяться. Ну, мне так поспокойнее становится, полегче, ну, страшнее. Девочку, чувствуй, девочку просто чувствуй, пусть она разговаривает. Вот просто проживая прямо вот это, вот она говорит, она так с опаской смотрит и чувствует, как она начинает расслабляться. Ну, то есть она ошиблась уже несколько раз, не смертельно, уже посмеялись, она продолжает дышать. Почему не входишь глубоко? Не знаю, я просто сейчас дышу, и как чувствую, что мне легче, что какая-то сзади вот есть поддержка, что то, что происходит, это нормально. Так, но есть какая-то сдержанность? Ну, в какой-то момент мне, ну, захотелось пореветь, поплакать. А, а что не поревела-то? Ну, вот как-то, знаешь, нужно выдержать это, не реветь. А зачем? Я тоже реву. Ты знаешь, как будто реветь прям, ну, я могу реветь с кем-то наедине, там, знаешь, а когда... А когда вот... А что? Люди, да, я реву при людях, и что тогда? Ну, они увидят мои слезы. Да. Увидят, и что? Ну, не знаю. Это полностью безопасно. Не знаю, мне кажется, реветь при аудитории, там, как-то... Ну, вот если я, как маленькая, да? Нет, это я сейчас взрослая-то понимаю. Вот именно, вот именно. Это уже включается, что именно взрослый. Ну, и, может быть, и маленькая себе запрещала. А что такого? Чья это программа, что нельзя показывать свои чувства на людях? Нельзя там смущаться, расстреливаться. Не знаю, как это нужно выдержать, и всё, я же вышла тут же... Я это программа. Чья программа? Кто появляется? Папа, мама, бабушка, дедушка, брат, сестра? Мама. Мама. Мама сдержанная? Ну, не всегда, я бы сказала. Ну, старается быть сдержанной? Старается, да. А вы когда первый раз узнали, что вот лучше сдерживать себя? Что не надо при людях так показывать? Когда я это узнала? Угу. Ну, я знаешь, как-то я не помню, когда я это узнала. Ну, вот были такие маминные какие-то слова, знаешь, там... Это ты там неправильно, не то, стыдно что-то там сказала. Я сказала, тут не то сказала. Как-то вот... Ты девочка, что ты чувствуешь? Когда мама говорит, ты маленькая девочка Олеся, что ты чувствуешь, когда она тебе говорит? То есть, где у тебя запоминание в теле идёт? Так, вот это не надо делать, вот это не надо делать, вот это нехорошо делать. Как ты это телом запоминаешь? Ой, ну сейчас меня прям вот перекрывает, вот. Угу. Что это, ком или защёлка какая-то? Что это? Хочется реветь. Реви. Реви. Безопасно, свободно. Я реву, все реву. Ну, мне ответила, может, этот и булышник, вот это сколько во мне там. Сейчас что вот здесь, Лесочка? Что здесь? Ком ушёл куда-то или достать его нужно, или что, чтобы не было больно? Должно быть свободно. Ну, как будто что-то тут есть небольшое. К маме пойдём? Ну... Ну, что-то к ней уверена. Да-да-да, пойдём. Пойдём. Бери маленькую Олесю за руку. Просто скажи, что можно всё. Олесочка, можно всё. Всё безопасно. Я рядом. Можно всё. Можно всё говорить, всё выражать. Всё хорошо. Походим к маме. И пусть Олеся достанет из себя вот это. И скажу, мамочка, я тебя очень люблю. Но ты знаешь, я живая. Я живая, и я хочу чувствовать это в моменте. Тогда, когда я это чувствую. Не держать какую-то маску. А потом, что это у меня там в теле. Там, 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 в другом месте. И это твоя программа, я её верну тебе хочу. Для тебя она безопасная. Ты можешь с ней жить дальше. Я тебя принимаю с этой программой. Живи, старайся быть сдержанной. А я хочу... Проговори, как ты хочешь. Что ты хочешь. Я хочу говорить... Прискать вслух. Ну, я хочу выражать, говорить, что со мной происходит. И вообще свои мнения, свои видения. Там, что-то вот такое. И ещё скажи, что я хочу проявляться всяко-разно. Если я растерялась, я растерялась. И это безопасно для меня. Если я не знаю, что я хочу выбрать, я говорю, я не знаю, что... И незнание для меня тоже безопасно. Если я... Подступают ко мне слёзы, я могу их пролить. И это безопасно. Любые... У тебя, понимаешь, у тебя любые чувства смятения, они автоматически сразу блокируются. То есть ты можешь быть только на коне перед людьми. Страсть быть на коне. А мы живые. Мы все живые. Мы в разных ситуациях, по-разному проявляемся. Как мама реагирует? Ну, она с удивлением так. Что сейчас в горле? Сейчас у меня, знаешь, тут ничего, немножко голова как пошла подкруживаться. Это хорошо. Подкруживаться это хорошо. Эта энергия освобождается. Пусть подкруживается. Теперь забери, пусть маленькая Олеся заберёт у мамы что-то своё, что она вот в тот момент бессознательно ей отдала. Ну, какую-то спонтанность, наверное. Разрешение быть себе спонтанной, такое, какая есть. Что-то вот такое. Знаешь, какие-то она... Ну, как будто в рамки меня в какие-то поставили. Но вот так нельзя вот... Так вот надо вот как на коне, да. Там, ну, сдерживать, ну, что-то вот про вот это. Да, управлять собой. Да, хочется какой-то спонтанности, лёгкости. Забирай вот эту свободу, самопроявление. В чём? Это предмет, может быть. Это просто качество, энергия, состояние. Ой, для меня это, знаешь, почему-то первое, что пришло, огонь. Вот он такой вот живой, он горит там. Да, движется всё время. Подвижный. Хоть он такой вот горячий, но он как будто не жжёт. Вот, ну, мне почему-то хочется, чтобы это был огонь такой вот. Вот, чтобы... Я в последнее время уже так чувствую, что я как-то помираю. Ну, как, знаешь, как пепел, вот. Угу. А где мы вот этот... Забирай, забирай, забирай. Плачь, плачь. Хорошо, живай. Помещай его прям себе в грудь. Дыши свободно прям, дыши. Чувствуй его. Как будто ещё и реветь, выреветься. О, да, плачь, плачь. Тебя ж никто не торопит. Всё хорошо. Проявлять эмоции – это нормально и по времени. Позволь себе это. Тебя никто не подгоняет. Чувствовать можно. Столько, сколько ты это чувствуешь. Ну, всё равно, как-то у меня вот тут, знаешь, какое-то сдерживание. Что за мной страшное, Олесь, произойдёт, если ты себе позволишь быть спонтанной, свободной? Ой, каких-то осуждений, что ли. Угу. А что страшного в осуждениях? Как будто я к этому очень сильно стремлюсь и сама себя же останавливаю. Сама стремлюсь. Да. И не могу ничего с этим сделать. Сама это понимаешь? Можешь. Стоп. Не могу ничего с этим сделать. Убираю фразу. Сразу прям отменяю фразу эту. Я могу с этим что-то сделать. Я могу. А что опасного в осуждениях? Чем опасно вообще осуждение? Ну, вот осуждают нас. Нас какие-то люди всегда будут осуждать. Так я вот это вот умом, я понимаю, да. Телом. Телом. Чувствуем телом. Что это? Боль. Это стрелы воткнутые. Это нож в спину. Что это такое? Вот как будто я вот прям меня вот так вот сжим. Я вот как сама себя, что ли. Ну, что вот там много чего. Сама себя сжимаешь. Сама себя сжимаешь. Как бы ты защищаешься. От чего? Ну, как, ты знаешь, как страх такой у меня. Вот. Я же не знаю, как оно вот, если я буду такая вот сильно, как сказать... Боишься само себя? Смелый быть, что ли, вот такое вот высказывать кому-то что-то. Я даже могу сказать же, кому-то что-то не понравится, но я это так вижу, да, например. Так, да, можешь сказать, да. Я не могу вправе жить, как он хочет. Он, например, вот так вот живет и живет. А я там что-то начну говорить свое. Ему это не важно. Ты можешь говорить о своих чувствах всегда, не задевая другого человека личностно. Как-то у меня вот эти вот границы. С одной стороны же я могу говорить, да. Слышь. Вот давай сейчас вот прям, да, позволь себе. Я могу всегда хоть с кем говорить о своих чувствах? Я могу всегда и всем говорить о своих чувствах. Да, именно о своих чувствах. Не другому человеку, ты подвинься, ты тут мне мешаешь, да. А я стесненно себя чувствую. Не другому человеку, ты мудак, отойди отсюда, пожалуйста. Мне неприятно с тобой стоять, да. А просто я для себя, во-первых, мне неприятно встала и отошла. Если кому-то озвучить, там, близким людям, да, мне, я чувствую обиду сейчас. Я чувствую обиду. Я чувствую себя виноватой, когда вы поступаете вот так. И тогда мы другому человеку, мы его не обвиняем, мы не говорим его, что он причина моих чувств. Я объясняю себя, что я чувствую. И у другого человека уже будет выбор, как на это прореагировать. закрыться. Он тоже имеет право закрыться, уйти, там, осудить, еще что-то. Но вы личностно его никак не затрагиваете. Что в груди? Ну, мне так полегче стало. Ну, ты сейчас говоришь, у меня там всякие картинки много, какие в голове проходят. Да. Ну, вот, как будто, знаешь, вот если я скажу что-то, я могу вот другого обидеть, и другой отвернется. Да, ты можешь, да. Ты можешь другого обидеть, да. И другой может отвернуться. Какая это, когда от тебя отворачиваются? Ну, что-то не так сделает какая-то. Это плохая, наверное. Что-то, ну, что-то сделала неправильно, что-то вот такая вот я, да. А когда ты плохая, ты какая? Может, ты решаешься чего-то, или чем-то опасно, на костер тебя посадят, или что? Что? Ну, плохая-то, да. Ну, у меня тут вот прям все сжимается, вот как с этим, ну, как-то вот горько, тут грустно, что вот я должна только как бы, ну, соответствовать, да. Ну, наверное, скорее всего, что-то не знаю. Ну, программа, чья программа, что-то должна только соответствовать, только быть хорошей? Чья это программа? Ну, я вообще так с детства думаю, что я такая была для мамы всегда, чтобы удобной. Угу. Хорошо. Пошли к маме. Угу. Вот эту горечь прям доставай, горечь, ну, от того, что вот мне горько, что я плохая, мне горько, что я тебя разочаровала, мне горько, что я тебя подвела, мне горько, что я не такая, какой тебе нравится, мне горько от этого прям. И горечь вот эту маме возвращай. И, мам, ты имеешь право на свои чувства. Ты имеешь право во мне разочароваться. Угу. И я устала жить в рамках твоих представлений. Угу. Я не хочу больше жить в рамках твоих представлений. Я хочу попробовать вообще, какая я на вкус. Я себя хочу попробовать. Я тебя не осуждаю, я тебя люблю, я тебя принимаю, я понимаю, что ты желала тем самым для меня лучшего. Наверное, тебе казалось, что если я буду такой, у меня будут какие-то бонусы от жизни, какие-то возможности, еще что-то. Я сейчас принимаю решение пробовать себя. Какая я? Свободная. Узнавать себя. Пойти в эту неизвестность. Чувствовать себя. Какой я могу быть? Как мама реагирует? Ты знаешь, в своей жизни я много пыталась уже, как в психологию пошла, я с ней вот эти вот выстраиваю отношения. Она очень становится злой, на меня нападает, а потом исчезает. Ну вот там раз и не разговаривает. А потом какое-то время я выдерживаю это, она, значит, там варится в своих этих. Потом она мне звонит и начинает на меня нападать. Ну там, вот. Ну мы долго с ней в этом конфликте находимся, а потом как-то с него выходим, все-таки договариваемся. А вот если не в памяти, а если сейчас с телом, как ты проживаешь это общение? Ты как проживаешь? Ты вернулась. Да, я очень реагирую на то, что у меня, ну то, что она не принимает меня, да, со своим мнением. Ну там у нее какие-то свои процессы происходят, то окей, ладно. А я себя чувствую, как вот, ну от меня отказались, отвергли и одиночество. Вот прям одиночество. Я позволяю себе быть отвергнутой, непринятой и одинокой. Это все к любви и к деньгам. Я позволяю себе сейчас проповыть, просто прожить вот это состояние отвергнутости, одиночества, непринятия меня. И я знаю, что это все к любви и к деньгам. И маме я позволяю сейчас вот прям, мам, я тебе позволяю меня не принимать. Ты вообще до конца своих дней можешь меня не принимать. И ты можешь хотеть меня переделывать. Это твое право. А я выбираю тебя принять. Я хочу быть свободной. Что пошло, я готова принять? Что почувствовала, когда я готова принять? Готова ли ты принять ее? Ну, немножко у меня туда. Да, вот. Как такое, знаешь, сопротивление, что ли. А, да. Вот я его и почувствовала. А в чем? Не хочу принимать? Ну, как это, знаешь, меня не принимают, а я принимаю. Ну, где-то я принимаю, но она с ней. Да, меня не принимают, а я принимаю для того, чтобы быть свободной. Ну, как будто у меня, знаешь, нет такого опыта, что ли, вот сейчас. И может быть, он есть, но как-то я его не осознаю, пока вот ты мне говоришь это, а я... А у меня в гости какое-то вот сопротивление. Ну, меня не принимают, и... А почему я должна принимать? Что-то вот с таким, вот, знаешь. Не должна. Говори себе прям, девочке вот это. Ты не должна принимать. Ты можешь принимать. Вот как ты мне сказала же вот эту фразу, а ты принимаешь, а у меня вот это вот сопротивление идет. Разговаривай с девочкой. То, что у меня обида, наверное, скорее всего, она же меня не принимает, блин, а почему я ее должна принимать, и мне хочется тоже ее тут не принять. Ну, вот говорю, что есть. Доставай обиду. Как-то отомстить, чтобы человек понял что-то. Вот, знаешь, как мне... Доставай, доставай вот эту вот программу, доставай. Просто вот прям обиду вот эту доставай, желание мести. Я не буду это делать, пока ты не сделаешь это. Возмущение такое. Почему я должна делать? Прям доставай это все из себя. У меня все в груди. Ты знаешь, вот в груди и покруживает. Доставай, доставай. А вот теперь обижаться на маму нельзя больше? Как ты можешь реагировать еще? Можешь маме программу вернуть? Мам, вот ты привыкла так реагировать, как только с тобой не согласна, ты обижаешься и манипулируешь своей обидой. Вот это твоя программа, я больше не хочу так реагировать. Я хочу попробовать по-другому. А как можно еще? У меня как-то злость тогда появляется. Угу. Да? На что злишься? Ну, она же мне втюхивает свое, а я ей свое. Ну, я свое мнение говорю, она мне свое, и мы с ней тут не встречаемся. А зачем ей втюхивает свое мнение? Для чего? Ну, позволь себе. Втюхиваю, а чтобы она меня услышала. А зачем, чтобы она услышала? Какого разрешения ты ждешь от нее? Если она услышит, то что? Если она тебя примет, то что? Ну, поймет, что ли. И что тогда? Какого разрешения ты ждешь от мамы? Ну, последний, если взять вот сильный конфликт, мы с ней... Ну, вообще, мы не вспоминаем сейчас, мы только телом. Телом сейчас. Ага. Ну, давай еще раз тогда задай вопрос. Да. То есть почувствую себя в теле, и я вернула маме обиду, вернула просто вот эту вот программу. Все. Но я злюсь на нее. Теперь я злюсь на нее. Злюсь почему? Потому что она мне не разрешает что-то. Какого разрешения я жду? Что она мне не разрешает? Решает, а не принимает. Вот. Не принимает. Не позволяет быть. Ну, не принять это в любом случае. Это мама не разрешает. В моем... Я мама. Я тебе в моем поле не разрешаю проявляться как-то. Я тебя осуждаю. Не делай вот этого. Это в любом случае не разрешения, не позволения, не принятия. А какой я тебя не могу принять? Ну, со своим решением, с моим решением. Свободный или какой это вот, если решительный или какой? Свободный, да. Свободный. Да, да, да. Свободный. Хорошо. А ты сейчас готова себе разрешить быть свободной? Мама не будет соглашаться. Мама не согласится. Ей страшно. Она очень боится свободы. Ей рамки понятные. Она понимает, как в рамках жить. Для нее это определенная безопасность. И она не готова с этим прощаться. Ты себе готова позволить жить вне рамок? Ну, я очень долгое время пытаюсь, как я вот по себе, да, смотрю на себя, но у меня не получается до конца. Или даже я как-то опять ухожу туда, знаешь, опять вот. Иду, иду, иду раз, а потом... Ты опять какое-то прошлое смотришь и анализируешь. Отключай наличку. Ну, зачем это? У тебя есть сейчас и есть момент проявления, да? Ну, хоть шаг уже сделать вот в эту свободу. Сейчас. Шагни. Шагни. Но это неизвестность. Ты готова жить в неизвестности? Рамки это понятные. Они вот понятные. Ты можешь так, вот, все хорошо. Я их могу потрогать, пощупать. Я понимаю, как мне можно, как мне нельзя. В свободе я не понимаю. Ну, страшно. Я не знаю. Проживай страх. Сейчас. Сейчас. Вот ты шагнула в свободу. Ничего не понятно вообще. Что правильно, что неправильно. Как проявляться, как не проявляться. Что можно, что нельзя. У меня растерянность прям такая вообще. Я как будто ничего не понимаю. Как будто я с нуля. Знаю с нуля. Да, мы каждый день вообще с нуля начинаем. Все, что мы знали, это вчера было. Сегодня мы ничего не знаем. Спасибо. Спасибо. Примешь вот эту растерянность? Примешь вот эту неизвестность? Это интересно. Попробуй найти интерес в этой неизвестности. Внутри себя. Чем это может быть увлекательно? Мне вот в этой растерянности как раз-таки очень находиться прям пипец. Когда я чего-то не понимаю, вот, да, вот. И прям очень некомфортно так хочется осознавать. А я не осознаю там. Конечно. А позволь себе не осознавать. Ну, просто не надо больше осознавать. Мама позвонила. Извини. Тут нормально. Побыть вот вообще в этой растерянности, в которой... Ну, мне очень сложно в ней быть. Я всегда ищу... Не то, что побыть, в ней теперь жить. И единственное, что ключ к решениям, он будет другой. Это не то, что побыть. Это не просто побыть две минуты. Жить так в неизвестности. У тебя есть... У меня прям тело, вот, знаешь, я прям чувствую, как будто... Ой, миланка. Да, потеря ориентиров. Найди внутри себя опору. Как будто, знаешь, я настолько вот ощущаю вот... Вот как будто скованность. Вот в этой растерянности я ощущаю сильную скованность. И у меня сейчас голова прям подкруживается. Ой, реветь опять охота. А что охота? Не знаю, реветь. Освобождение, потому что идет. Страшно находиться в таком состоянии. Не страшно. На самом деле, наоборот, тебе безопасно. Но я не могу в нем опору найти. Вот ты сейчас сказала про опору, как будто я не могу в нем найти опору в этом состоянии. Хорошо. Что ты хочешь, чтобы я тебе дала, чтобы ты нашла эту опору? Вот что тебе нужно дать сейчас? Любовь, доверие, опору, поддержку, веру. Вот все. Что тебе поможет спокойно принять это состояние? Ты знаешь, когда у меня бывают такие состояния, когда я прям вот, знаешь, меня аж мотыляет в разные стороны. У меня бывают такие состояния. Вот смешно сказать, я просто стою на раскоряку, делаю ноги в расстоянии и просто начинаю ходить. Я начинаю находить опору, и оно мне, ну, помогает. Я с одной стороны думаю, что со мной происходит, я не пойму. Ну, я как-то начинаю. А это ощущение границ. То есть ты как только их нащупала, что вот, все, хорошо, вот они, ноги, я чувствую, и все. Но это твои границы. Ну, тогда мне очень страшно, потому что я думаю, что я, вообще меня расколбасит. Я начинаю как-то со страху сказать. А расколбасит куда? Куда тебя расколбасит? Во что? Что это? Смерть, растворение, сумасшествие. Куда? У меня бывает, что я могу вообще, как, у меня сильно начинает кружиться голова, и я вообще неделями могу не ходить. Вот я, ну, там, буквально... А потеря ориентира? А что, потеря сознания бывает или просто головокружение, что ты не можешь подняться? Вот такое головокружение, что я только могу в туалет сходить. Меня тошнит, я ничего не ем, я лежа, даже лежу, у меня только в одну комнату как-то поставлю голову, у меня не крутится. А если меня опять мутит, начинает крутить, я вот боюсь вот дойти до вот этого состояния, что я вообще потом... Оно у тебя всегда, вот это состояние? Нет, оно у меня 26 лет. Это первое. А что было в 26 лет? Много чего. Я уже туда ходила много раз, да. Много чего. Я работала, было очень много работы. Ну, я как жила, как робот, считай, так вот. Перегруз какой-то сильный был. Был сильный перегруз, конфликты очень в семье такие были, как кризис, я считаю. А что у меня с мужем такой сильный был, да. Ну, вот много чего было. Вот это головокружение, это я позволила себе слабость. Просто это моя защитная реакция на слабость. То есть, все, голова кружится, ничего не могу. Все, оставьте меня в покое. Это про это? Да, похоже, да. Так, давай другое решение найдем. Ой, с удовольствием. Тебе 26 лет. Ты, Олеся, тебе 26 лет. За несколько месяцев, вот до этого трэша полнейшего, когда у тебя полностью в жизни какой-то раздрайв пошел, за несколько месяцев. Где ты, что ты делаешь? Что я делаю? Ой, как, что я делаю? Еще все хорошо. Еще все хорошо. А, еще все хорошо, этого у меня не было, да? Да, да. За несколько месяцев вот до этих событий. Я, честно, я жила так вот где-то год, может быть, даже вот в таком времени. Хорошо, давай 24 года возьмем. Давай 24 года возьмем. Какой-то у меня идет все равно, вот знаешь, тяжесть. Я думаю, а когда же мне было легко? В том смысле, знаешь, что... Ну, тут мы сейчас не с тяжестью, сейчас мы с растерянностью больше, да? С вот этим головокружением, потерей ориентиров, когда все навалилось просто, и ты не вывезла. То есть у тебя тело сформировало реакцию во всех ситуациях, в которых ты не находишь решения, просто уходить вот в это состояние. Ну, есть такое, да. Давай, 24 года есть эти состояния? Нет, 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 у меня... Как ты тело ощущаешь своё? Ну, у меня были панические атаки ещё. У меня сначала... Ну, у меня вообще не началось в 16 лет, панические атаки. А сколько? В 16. Вот давай сейчас, знаешь, я так поняла, у меня были такие периоды, что вообще не болело, да? Вот у меня всё... Ну, единственное, ангина там бывала раз... И я даже думаю, ой, там у меня там кто-то в больнице лежит, да, из знакомых. Кто-то это, думаю, блин, а я что-то такая здоровая, что-то я нигде не лежу. И меня аж это, ну, удивляло, да? Ой, со мной всё в порядке. В 16 лет у меня начались панические атаки, и вот у меня всё это вот возросло. Так, хорошо. А когда ты в 16 лет, в 15 лет себя чувствуешь здоровой, вот это вот состояние удивления, найди эту Олесю. Где ты? Что-то, знаешь, ты мне вот когда спрашиваешь, а мне всё хочется... Знаешь, ну, как ещё раньше, ещё раньше, почему-то пойдёт, знаешь, вот, ещё раньше, ещё раньше, вот как-то вот... Давай, давай. Что за ощущения, которые... Ты чувствуешь тяжесть вот эту вот? Или... Входят такие картинки, где мне было очень тяжело в жизни. Тяжело в жизни. Хорошо. Как ты это ощущаешь? Ты это головокружением ощущаешь или тяжестью в груди? Тяжестью в голове, наверное. Так, хорошо. Ну, давай тогда тяжесть просто возьмём. Давай. Тебе 14 лет. Чувствуешь тяжесть? Насколько она? Вот от 0 до 10, насколько она? Да, чувствую. От 0 до 10, насколько? Ну, наверное, 10. 10. Окей. Давай. Тебе 11. 11. 11 чувствую. Тоже 10? Да, да. Так же чувствую тяжесть. Ну, давай. Тебе 6. Ты, Олесе, тебе 6 лет. Уже такой тяжести нету. Насколько? Есть, но на сколько? Ну, на 6, наверное. Вот я говорю, что первая приходит. На 6. Да, ну, да, всё правильно. Ты, Олесе, тебе 3 годика. Что ты чувствуешь? На 6. Ну, так же я чувствую тяжесть. Да, хорошо. То, Олесе, тебе 2 годика. Что-то у меня сейчас пришло, как будто это мамина. Да, хорошо. То, Олесе, тебе 2 годика. Сейчас мы дойдём до мамы. Я просто чуть-чуть скажу. У меня такие же головокружения есть у мамы. Ну, знаешь, ты как... Поэтому я сейчас что-то чётко поняла, что это не моё. Хорошо. Ты, Олесе, тебе 3 месяца, ты в животе у мамы. Что ты чувствуешь? Насколько тяжесть вот эта... Ой, мне прям сейчас так, как будто у меня спадает. Что-то мне легче становится. Ага. Ты, Олесе, тебе 1 месяц, ты в животе у мамы. Что чувствуешь? Ну, вот знаешь, всё равно вот... Я прям почувствовала вот такой сплыв. Но вот тут вот у меня как будто ещё чуть-чуть. Хорошо. Ты, Олеся, ты ещё не родилась. Ты ещё эфиром летаешь. Вот просто летаешь эфиром где-то. И тут я тебя встречаю. Олесь, ты уже скоро будешь рождаться. Придёшь в тело. И мама у тебя будет жить в страхах. Вот она просто в панике всё время, в страхах такой, напряжённая. И ты в эту беременность будешь брать эти программы. Что-то я не хочу. Не бери их на свой счёт. Не бери. Слушай, только всё телом слушай сейчас. Воспринимай всё телом. Может быть, какие-то программы ты возьмёшь. Сохрани воспоминания о том, что ты можешь убирать. Просто запомни сейчас, что ты сможешь выбирать в любом возрасте, как тебе реагировать на любые события, на любых людей, ситуации, отношения к тебе. Ты сможешь выбирать это сама. Запомни это сейчас. Вот просто запомни. И с этим знанием ты уже будешь зачатать. Запомни это знание. Просто запомни сейчас. А ещё ты очень много будешь напрягаться, стараться. Очень много будешь стараться в жизни. Сколько полных лет, Оля, сейчас? 42. Вплоть до 42 лет. Стараться соответствовать. Стараться понравиться. Стараться быть хорошей. Стараться быть удобной. Стараться никому не мешать. Стараться никого не обременять своими чувствами, своими желаниями, своими просьбами. Прямо вот стараться будешь на все 100. Но в 42 ты вспомнишь. Ты просто вспомнишь, что всё это было к деньгам и к счастью. Ой, сначала у меня такое вообще не хочу. Не хочу в мир. Не хочу туда, к маме не хочу. А сейчас вот какая-то лёгкость появляется. Ой, как вот избавиться. Да, у меня сейчас вот такое вот, знаешь, как вот в этом... Души, не думай пока. Прямо отклютай тело немножечко. Прожить это всё. Понравились твои слова, что я имею право говорить о своих чувствах и доверять себе. Вот сейчас я это чувствую, значит, это нормально. И говорить правильно. Вот это та самая опора. Вот это та самая опора. Я как-то двигаю и думаю, что я не права. Я не права. Чувства свои. Ты можешь прямо сейчас вот это я не права, мнение других людей немножечко отодвинуть. И вот у тебя первое место, и ты кладёшь туда свои чувства просто. Да, я доверяю себе. Я выбираю доверять себе. Мне можно. Мне можно теперь доверять себе. Я вспомнила. Я просто вспомнила. Моя опора не в стенах. Я в космосе. Я вообще в космосе летаю. Мне всё хорошо. Мне нормально в невесомости. Моя опора вот здесь. Это моё доверие к своим чувствам. Я могу свои чувства выражать свободно. И они не должны всем нравиться. Я себя полностью освобождаю от идеи, что мои чувства должны быть удобны, всем нравятся. Ой, ну так прям хорошо, легко становится. Ну да, правда, это теперь опора на них. Почему я вот всегда их вот... Ну, всё как-то я не плавала. Просто потому что программа. Потому что программа просто... Лиши. Оно ещё в течение трёх дней будет распаковываться. Прошу тебя. Минимум анализа. Минимум анализа. Вот там вот это вот ум по привычке. Мы психологи, мы привыкли, да, там ходить вот в это туда, сюда. И ум будет всё равно тебя куда-то... А вот это, а вот то, а вот это. Опора, доверие. Просто всё хорошо. Самое такое. Вот я сейчас поступаю как ребёнок. Но я же взрослая, я начинаю как бы... А как и свои чувства, короче, это... Ну я же себя веду. Я взрослая, мне можно чувствовать. Я взрослая, мне можно жить чувствами, опираться чувствами. И принимать решения на основании своих чувств. Можешь ещё вот эту программу до кучи вернуть маме. Просто мамочка, я тебя люблю. Но вот эта программа, то, что взрослые люди принимают решения на основании информации, вам, или это твоё. Я выбираю, принимаю решения на основании того, что я чувствую. Я растеряна, я позволила себе не знать в какой-то период времени, пока я не почувствовала, как я хочу. Что для меня верно. Что я чувствую действительно в этой ситуации. Смотрим на камень. Что с ним? Так я его вроде бы жмаме отдала. Мы не тот камень отдавали. Чувство вины у нас лежит. Ну, знаешь, вот если по телу, я вот здесь сейчас не чувствую. Тяжесть была бы, да? Ну, вот именно в груди я не чувствую эту тяжесть. Давай вот этот камень прям в лёгкость ещё переведём. Просто в пространство. Прям переводи его в лёгкость. Вот он прям теряет свою плотность, структуру вот эту. И такая невесомая лёгкость, она есть, но она практически неосязаема. Но она есть. Помещай себе в грудь, в тело. Если мы сейчас вот из тебя свободный, да, который можно чувствовать что-то, посмотрим на твоего сына. Что чувствуешь? Можешь ему позволить быть? Вот здорово, что сейчас мне простына, да, сказала прямо вот спасибо тебе большое. Вот перед этим буквально я его вот вспомнила, когда, и как-то эти мысли, думаю, это... У меня вот к нему, да, сейчас что? Да, да. Он болеет пассиазом. Не хочет лечиться. Да, вот у меня злость на это, что он вообще не хочет. Понимаешь, как будто ему вообще нормально. Вот он живет... Можешь выразить злость? Сможешь ему выразить злость прямо в прямую? Скажи, сынок, ты меня так бесишь. Вообще, просто я так бешусь просто из-за того, что ты можешь быть здоровым, а ты выбираешь болезнь. Меня это так злит, вот до беспомощности какой-то. Я тебе просто хочу об этом сказать. Ой, прям замечательные слова. Слушай, я прям правда на него очень злюсь, как он халатно относится к своему... Я тебя рожала, я тебе желаю счастья, я тебя люблю, я хочу, чтобы у тебя все хорошо было. Я сейчас просто... Меня просто разрывает от этой злости то, что ты забил на себя. Что-то в твоей жизни там произошло, ты выбрал эту болезнь, и ты выбираешь болеть. Я злюсь. Я злюсь сейчас. Да, я очень на него за это злюсь. И у меня такое впечатление, что он как будто вообще ее не ощущает. Ты понимаешь? Проговорить сможешь, он и не будет ощущать. Мы же с тобой проговорили в голосовых. У него может быть разрыв с тобой, а ты чувства не выражаешь свои. Понимаешь? И он может просто от деревянной мамы, немножечко, которая старается все время быть хорошей, он может тоже от этого закрыться. Потому что ему жизнь нужна. И он не чувствует. Ты сейчас, ты свои чувства закрыла, и он выбирает не чувствовать себя. А вот тут вот такая вот дилемма, знаешь, как отстать от сына, как он с болезнью разбирается. Вот тут у меня нестыковка какая-то. То ли опять я его, ну, там, видишь, Чувства свои выражать. Чувства свои выражать. Перестань разбираться, выражать свои чувства. Ты для него мама. Ты для мужа жена. Слушай, я сейчас поняла. Как будто мне страшно выделить злость ему, как будто я его раненый. Да. Давай что-нибудь с собой. А может он не хочет этого делать. Что-то вот. Он справится. Он справится. Поверь, он взрослый мальчик. Он мужчина. В нем Бог живет. Точно так же, как в тебе. В нем все-все-все. И если ты ему честно проговоришь, может быть, именно это его и включит. Короче, только говорить про свои чувства. Я поняла. Не чтобы он... А то, что я чувствую, как я вижу, как он к себе относится. Конечно. Чтобы он что-то делал, ты ему могла говорить до полового созревания. Ну да, да. Я уже поняла. Ну все. Как ты можешь ему говорить? Он мужчина. Ты кто для него? Мама. Мама что делает? Любит. Я так и одолилась. Он взрослый. Он там сам разбирается. А я со своими чувствами остаюсь при себе. Чувства нет. Он мама. Ты чувства будешь выражать до конца его дней. До конца своих дней. Ему будет 78, и ты будешь ему... Сыночек, сыночек, иди, я тебя обниму. Сыночек, ты меня бесишь немножечко своим поведением. Ну сколько можно уже Марии Федоровны терпеть? Но ты не говоришь ему, что ему делать. Вот тут вот для меня, да, сложно. Ты когда чувства начнешь выражать, это не будет сложно. Потому что у тебя тело будет свободное. Легко. Фу, все сказала. Я все сказала. Все, что я хотела сказать, я тебе сказала. Решай сам. Я поняла. Ну я буду пробовать, потому что для меня это мало знакомое. Да, пробуй потихоньку. Можешь с предохранителями. Сынок, как ты думаешь, если я тебе выскажу свое чувство, ты вывезешь, честно. Есть что сказать. Прямо спрашиваешь? Ну конечно можешь. Если ты боишься его ранить, если ты боишься его обидеть. Прямо по-честному. У меня есть некие чувства, которые я ношу в себе с твоего рождения. Может быть со своего рождения. Я их хочу высказать. Я боюсь, что ты расклеишься, развалишься. Ты вывезешь? Он тебе говорит, да, мам. Все хорошо. Я так делаю с ним про объятия. Я у него спрашиваю, когда его хочу обнять. А вот с чувствами у меня походу вообще засыпано. Ну да, потому что ты закрыла. Ты закрыла просто выражать себе. Сейчас же мы это открыли, все. Ты еще переслушаешь. Запись я выложу. Еще через дня три. Раньше не нужно. Пусть все это устаканится. Потом можешь переслушать и дальше. Хорошо, я поняла. Отправляю. Свободу. Алена, спасибо огромное. Такое, знаешь, осознавание у меня. У меня какая-то дилемма была с этими. Говорить, не говорить. Ранить, не ранить. Там нарушаю я границы. Не нарушаю чужие. И меня вот так вот. Головокружение. Потом смотри. Тык-тык внутри тела. Головокружение. Ты тут сначала себя колбасишь. А потом это внутрь переходит. В какое-то время ты теряешь опору. Да, спасибо. Я очень тебе благодарна. И вот когда тебе в Инстаграм написала, прям у меня, не знаю, благодарющее к тебе. Спасибо тебе огромное. Прям и сейчас ты мне помогла очень. Спасибо тебе огромное. Да, потом, если сын созреет, потом, потом. Сейчас выражу просто себя. Все. Да, точно нашла, кто. Потому что я много чего пробовала. Ну, как. Так что. Спасибо огромное. Все, до связи. Да, отключайся. Кто у нас следующий? Девочки, кто следующий у нас идет на разбор? Девочки, мальчики, кто у нас тут присутствует? Кто подключается? Кто у нас смелый? Так, Алена подключается. Алена подключается. Так. Камера. Аленочка, камеру включаем. Видно мне? Да. Видно, слышно. Все хорошо. Привет. Привет. Ну, рассказывай. Я просто не слышала, в каком формате это все проходит. Поздала. Запрос. Одышка у меня появилась. Вот прям в груди. Запыхиваешься или больше про сердцебиение? Ну, вот как будто и то, и другое. Но мне кажется, это про дыхание история. То есть, дыхание начинает сбиваться, и потом уже сердцебиение начинает сбиваться? Да. Да. Окей, хорошо. Как давно? Наверное, недели три назад я тоже была у специалиста по психосоматике. И после него у меня такое большое было ощущение освобождения. И изменился голос. Как будто вот здесь вот такая вот стала большая-большая труба, через которую все легко и свободно проходит. Но это продолжалось три дня. И после трех дней меня вот как будто откатило назад. То есть, вот у меня проблема с тем, что я плохо, ну, невнятно говорю, и голос сиплый. Ну, то есть, как будто есть всегда там напряжение какое-то и сухость. Она у меня уже, ну, прям давно, я не знаю, стала этим заниматься. Года, наверное, три назад. Ну, где-то в период там декрета это сформировалось. В период декрета, в момент вынашивания или уже после рождения ребенка? Ну, я не могу сказать. Если вот сказать наверняка, то я стала просто это замечать и интересоваться после второго ребенка. Просто когда я стала, не знаю, просто больше говорить, да, выходить там в люди, общаться с людьми после периодов там затяжки. Именно больше проявляться стала. Да, стала больше проявляться. И я стала замечать, что, ну, какой-то мне, как сказать, сейчас, просто пытаюсь по пути формулировать. Как будто мне с моим голосом некомфортно, мне его не хватает. Я не могу его использовать как инструмент. Он у меня как будто есть, но он не в полную мощь работает. А в чем ты торопишься, Алёна? В чем торопишься? Вот, кстати, да. Есть такое. И три недели назад, когда ты прошла сессию по психосоматике, куда ты начала снова торопиться? Труба освободилась, все хорошо, и куда ты понеслась? Вот какие мысли именно, какие мысли? Что надо сделать, что надо успеть, что хочу? Что? Я не помню. Чего стало больше в жизни после сессии? Так, с другой стороны давай заходите. Сколько, Алёна, полных лет? Тридцать четыре. Так, хорошо. А зачем вообще освобождаться от этого состояния? Чего по итогу хотим? Мощности. Мощности. Зачем она нужна? Да просто чтобы быть. Ну, чтобы... Чтобы быть, достаточно просто быть. А я вот, понимаешь, по ощущениям... Ничего, что я на ты, да? Да, да, конечно. По ощущениям, что я... Уменьшаешь себя? Как? Уменьшаешь себя? Уменьшаю себя, да. А с какого времени ты это делаешь? Не знаю, наверное, с детства. Три года. Уменьшаешь себя? Или была ещё возможность проявляться свободно? Я думаю, что была. Угу. Два года? Была, наверное, один годик. Один годик. Я сейчас другой вопрос задам. Угу. Кому маленькая я более удобна? И кому большая я неудобна? Слушай, такой сейчас камень поднимается ещё. Угу. Причём у меня тоже кашляет. Поднимается. Кому? Кто приходит? Образ уже пришёл. Ты уже увидела. Маленькая. Не знаю. Мне пришёл образ с моей прошлой работы. Не с детства. Угу. Пусть будет. Ничего страшного. Пусть будет. Давай. Кто? Начальник? Коллега? Ну, это, собственно, владелец компании. Владелец компании. Опиши его. Какой он? Каким ты его видишь? Молодая. Амбициозная. Сильная. Агрессивная. Интеллектуальная. А зачем тебе для неё уменьшаться? Ну, чтобы не заслонять. А что будет, если ты заслонишь? Для тебя какая-то опасность? Или человеку сделаешь неудобно? Ну, не выгодно. А что можешь потерять? Что я могу потерять? Да. Если... Если будешь собой. Сейчас у меня немножко, я не понимаю, в какую сторону тем вопросом смотреть. У меня приходит конкретная ситуация, в которой в компании ввели правила не вести никакую частную практику, параллельно с этой работой. Угу. Вот. Как будто мне стало нельзя. Ну, не как будто, а так и есть. Ты до этого вела? Да. Угу. И это забрали? Ну, понимаешь, я же могла уйти. Да. И оставить это себе. Да. И у меня ничего не убрали. Ну, что ты там не высказала? Вот, когда ты об этом узнаешь, что ты хочешь высказать? Что это... Ну, что это, как двойные стандарты? Что это не соответствует концепции? Угу. А что я чувствую внутри? Несправедливость, меня обманули, злость, возмущение какое-то, смятение какое-то. Что, какие чувства? Двойные стандарты, да, окей, хорошо. Двойные стандарты. Что я чувствую? Какая-то параллельная история. Как будто я это поддерживаю. А где ты внутри себя содержишь двойные стандарты? Где ты не можешь выбрать себя? И нашим, и вашим. И так, и так, и так, и так. А на самом деле хочешь по-другому. Что за ситуация? Не знаю, но сейчас пришёл мне муж. Как будто я так же, как будто за ним прячусь. Угу. И за ним прячусь, за его финансами, за его статусом, за его телом. Как будто одна не могу выйти, а вот если он меня поддержит, или мы вместе что-то будем делать, то да. А одна почему не могу выйти? Что есть с ним в теле, чего нет у одной? В теле? Да. Вот я с ним выхожу, мне безопасно. Без него выхожу, мне некомфортно. В чём выражается этот некомфорт? Что за ощущение? Ну, какой-то страх, знаешь, такое прямо. Уязвимость. Вот такое ощущение. Закрыться хочется. Да, спрятаться. Так, хорошо. А от кого? От каких людей? От какой категории людей? От какой категории людей? Ну, такая метафоричная картина приходит, в которой как будто вот мы идём как семья, и я выхожу, а первый, а тот, кто впереди, он берёт на себя. Берёт что? Риски, как будто это, знаешь, как будто... А какие риски? Как будто камнями бьёт. А вот эти камни, можешь их просто взять? Про что они? Осуждение. Да, а про что это осуждение? Что за слова, что за смысл? О чём? Прям подбирай камни, чувствуй. Про что это? Ну, какая-то грязь вообще. Какие-то сплетни. Сплетни про что? Смысл какой? Про семью, про состоятельность, про измены, про... Ещё какие-то вещи. Про что? Смысл какой у них? Тематика. Ну, что... Ну, как будто... Высовывается. Высовывается. Ну, я такая большая, яркая. Ага. Этих людей очень много. Толпа. Толпа. И... Это вот как в фильмах, знаешь, старых таких... Когда ещё Римская империя была, такие все в лохмотьях ходят. Угу. Вот. И они маленькие, но это толпа огромная, и она вся шуршит, шуршит. Если одним словом, как ты можешь назвать этих людей? Бедные. Бедные? Угу. Угу. Себе позволяешь быть бедной? На минутку можешь себе позволить быть бедной? Не защищаться от бедности? Можешь себе на минутку позволить быть бедной? Прямо как будто бедность проникает в твоё тело. Ну, просто проникает и вот как поглощает. И ты бедная стала. На минуту можешь принять это состояние? Это вопрос или его принять? Это вопрос. Ты можешь принять? Мне кажется, да. Я просто сейчас задумываюсь о том, какой смысл в этом слове. Бедная в смысле бедненькая, в смысле какой-то жалости. А тут как раз не смысл, тут как раз ощущение нужно. Вот люди, ты когда говорила про людей бедные, ты что подразумевала? Что это за ощущение? Они несчастны? Это как будто одно и то же. Да? Это как будто одно и то же. Про и про уровень жизни, и про несчастность, и вот эту какую-то жалость или жалкость. Не знаю. Ну вот, позволь прям себе побыть жалкой, несчастной, убогой, бедной, нищей. Прямо включай себя и просто вот дыши и внутренние вот эти слова. Да? Просто, ну да, мне можно так. Мне так можно. Я такой могу быть. Люди тоже могут быть такими. И это не определяет взаимоотношения. Прямо вот чувствуй, именно чувствуй, что это не определяет взаимоотношения. Я могу быть несчастной и устраивать прекрасные взаимоотношения. С кем-то, естественно, не со всеми. А теперь... Да, хорошо. А теперь позволь себе быть богатой, счастливой, состоятельной. На таком прям высоком уровне оставаясь простой. То есть вот ты такая простая, открытая, богатая, уровень высокий, но люди завидуют. Люди хотят приопустить, принизить, унизить. Какая-то неправда в этом. А позволь, позволь просто себе прожить свои реакции, не убеждая людей в том, что они неправы. Просто позволь. Положи руки на грудь себе, прям дыши, и я выбираю себя. Я просто выбираю себя. Камни зависти летят в тебя, унижение какого-то, осуждение, сплетен, говорят то, чего нет на самом деле. А ты внутренний дар, а я выбираю себя. Можешь позволить людям иметь их точку зрения. осуждая тебя, они оправдывают свои страхи. А я думаю так, за них свои. А ты не выходишь в уровень себя большой, потому что ты боишься разочаровать людей, злости людей, агрессии людей. Поэтому ты для них играешь роль маленькую. Но дело в том, что уже тело даёт определённые сигналы. Позволь себе себя ненавидеть. Просто увидь вот эту толпу и прям вот почувствуй эту ненависть, прям чувствуй её. не просто представь, а прям вот чувствуй, как вот эта злость такая к тебе. Да, да ты, да ты вот такая, да ты вот это, да ты. А ты при этом абсолютно простая, открытая, просто богатая и счастливая. Чувствуй, чувствуй, чувствуй эмоции. всё хорошо, всё безопасно. Чувствуй, дыши. И я выбираю себя. Внутренне я выбираю себя. да, мне больно, но я выбираю себя. Да, люди бывают злые, я выбираю себя. Люди бывают несправедливо, судят, я выбираю себя. Что чувствуешь? Ощущение, что я не могу быть простой. Почему? Как будто между нами бездна. с одной стороны я хочу. А ты простая, ты оставайся простой, но между вами действительно бездна. Между этими людьми мы сейчас немножко посмотрим в другую сторону и там много людей, которые с тобой на одной волне. С этими людьми ты никогда не будешь. Просто прими, ты выбрала себя и отпусти этих людей. просто позволь им уничтожать самих себя, разрушать самих себя. Не надо всех спасать, не надо для всех быть хорошей. И сейчас повернись в другую сторону. Просто вот у тебя вот тут толпа вот эта разъяренная, которая пытается тебя там на пол посадить, закидать и так далее. А в другой стороне у тебя такие же люди, которые радуются богатству, которые радуются счастью своему, которые делятся. и с ними ты можешь быть простой, самой собой. Я не вижу их. Создай. Нога затекла. Не видишь? Создай. Создай. Знаешь, вот я не понимаю вот это. У меня в картине получается разделение. Тот, кто идет по этой дороге, он большой и светится. есть остальная масса людей. Но ведь это не так. Есть ведь и другие люди. А у меня вот это жесткое разделение. может быть всяко-разно. Вопрос в том, как ты хочешь. Ты хочешь какой-то известности? но я ее и не хочу в этой картине, понимаешь? Я не могу этого хотеть, потому что мне там больно и неприятно. В жизни ты хочешь известности? Ценой вот этого осуждения? В жизни ты хочешь известности? Да. Если про цену пока никто не говорил. Да. Я думаю, что да. Ну, то есть, как бы, на поверхности я этого хочу. А зачем? Я хочу этого хотеть. Почувствуй себя известной. Нет, просто разреши сейчас, да, не хотеть, а именно почувствуй себя известной. Вот пока без людей. Ну, что-то есть такое. Чувствуй. И если ты известна, значит, у тебя масса поклонников. Почувствуй этих поклонников. Какая ты? какая-то мегера. Позволишь себе побыть мегерой? Ну, известный. это как фраза есть в каком-то фильме. Когда станешь известной, можешь быть сучкой, а пока нет, сиди, не высовывайся. позволь 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 ли я быть себе мегерой? Наверное, это какая-то тоже мегерой. Или это под запретом? Которой мне хочется побыть. Ну, то есть, наверное, мне хочется побыть мегерой тоже. Побыть. Побыть сейчас. Вы прям позволь себе побыть. Прям вот мегерой в твоем ощущении, в твоем понимании. такой приходит ненадолго. Ненадолго. Побыть ненадолго. Вообще, сколько по времени не хотела бы побыть вот в этом состоянии? День, два, месяцы, всю жизнь? Вот если прям можно. Наверное, дня хватит, чтобы понять все стороны. Сейчас так легко. Ты большая? да. Своего размера? Да. Хочешь выбрать это состояние сейчас? Его потом поменять можно? Да. Что с дыханием? Альфа. состояние забирай хотя бы день, хотя бы день поживи в этом статусе Мегеры. А дальше посмотришь. Если захочешь, поменяешь на что-то другое. Если тебе понравится, живи в нем. только не головой, да, вот именно вот это состояние, которое ты сейчас чувствуешь, да, не надо там головой, а как я буду то, то, то. Прямо ходи и говори вот из этого состояния, прям ходи и моделируй какие-то ситуации с другими людьми, прям вот из этого состояния, что ты будешь. Ты просто услышишь, увидишь, почувствуешь, что для других это неплохо, это просто хорошо для тебя. Прямо вот почувствуй вот эту разницу, да, когда я такая, это неплохо для других, это просто хорошо для меня. Да. Да. Так смешно почему-то. Ну, пусть напряжение выйдет по смеси. И легко. Хорошо. Смешение тяжести, да, оно со мной давно уже и энергии очень сильно много утекает. Угу. А сейчас хорошо. Отлично. Спасибо большое. Все хорошо. Благодарю за доверие, Аленочка. Так, ну что, мы на сегодня будем завершать, да, два с половиной часа, мы поработали. Все, кто не попал на сегодня на разбор, в следующую среду точно так же время я опубликую. У нас такие разборы у нас по средам. Все, кто желает, присоединяйтесь в курс по психосоматике. Психосоматика для каждого, да, мы будем проходить все. Все, до встречи. Спасибо большое, Ален. Обнимаю всех.